Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Обозначение F6M было присвоено опытному истребителю компании Капрони Визола, летавшему с двигателем жидкостного охлаждения Fiat, лицензионный вариант DB605. Литера М Металлика означало, что машина имела цельнометаллическое крыло. Прототип F6M испытывался, но в серийное производство не пошел. Планер F6M Фабрицию Фабриция использовал в качестве основы для создания опытного истребителя F6Z с двигателем воздушного охлаждения Z. Фактически от первоначального варианта новый самолет отличался лишь установкой тщательно закапотированного двигателя из зотофранчиния Z. Двигатель имел довольно большое лобовое сечение и поэтому его капотировка была нетривиальной задачей. С одной стороны требовалось обеспечить достаточное охлаждение, а с другой минимизировать сопротивление. Задача осложнялась еще и тем, что над двигателем устанавливалась пара синхронных пулеметов Бреда Сафат калибра 12,7 мм с боезапасом 350 патронов на ствол. Еще два таких же пулемета, но с боезапасом по 400 патронов на ствол размещались в пустых пространствовых консолей крыла за стойками шасси, вне зоны ометания воздушного винта. Поскольку двигатель Z имел воздушное охлаждение, самолет лишился тяжелого водорадиатора, что позволило обеспечить неплохую тяговооруженность, даже при меньшей, чем у предшественника, мощности силовой установки. Согласно расчетам летной характеристики, в частности, скороподъемность могли даже улучшиться. Опытный одноместный истребитель Капрони Визола F-6Z в середине августа 1943 года Вицола Тичина совершил свой первый полет. Как и ожидалось, в ходе летных испытаний возникли проблемы с охлаждением двигателя, особенно его задних цилиндров. По этой причине полеты выполнялись исключительно в зоне аэродрома с оглядкой на красную линию термометра. К этому времени военная ситуация в Италии носила критический характер. И после высадки союзников на Апеннинском полуострове дело быстро шло к капитуляции. До заключения перемирия F-6Z совершил немного полетов. Планировавшиеся доработки капота так и не были выполнены. И в конечном итоге самолет был отправлен на слом. Конец войны означал и завершение работ по интересному двигателю Изота Франчини Дзета. Тем не менее, его разработка дала итальянским моторостроителям много полезного опыта, впоследствии примененного при создании авиадвигателей более легких категорий. Продолжение следует...